ДИСНА ТВ Это весело, это действительно полезно на свежем воздухе и заряжает бодростью и настроением на весь день. Солнечный день субботы 8 августа некоторые десногорцы решили провести на городской набережной. Помимо отдыха на природе и общения, был и спортивный интерес наловить как можно больше рыбы. Подробности далее. Самая первая пойманная рыба, самая маленькая, самая большая и самая редкая. Эти и другие вроде бы шуточные номинации настраивали на вполне серьезный лад. Участники конкурса рыбаков «Ловись рыбка большая» и «Маленькая» были готовы проявить все свое умение. В принципе, чтобы рыба была, а дальше хорошо подкормить нормально и, естественно, снасти на свою рыбу свои. В соревновании приняли участие более 20 человек. Условия ловли весьма лояльны, а именно никаких ограничений по выбору снастей. Поэтому оказаться лучшим хотя бы в одной из девяти номинаций было вполне возможно. «Организовывает мероприятие Совет ветеранов, ну и культурно-массовая комиссия. Могут ловить рыбку, что наши пенсионеры, что их дети, что их внуки». Используя свои уникальные стратегии улова, многие из участников соревнований смогли добиться успеха. Были и те, кто в этот раз отличиться не смог. Но независимо от результатов, каждый получил свой приз, частью которого стала и уха, приготовленная из свежепойманной рыбы. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Горожане начинают выходить из самоизоляции и заново приобщаться к своим прежним привычкам. Это относится и к любителям здорового образа жизни. 9 августа на городском пляже активные десногорцы устроили физкультурный флешмоб. Всем знакомые и нехитрые упражнения – основа основ физкультуры. Такая зарядка отлично укрепляет организм после затяжного периода пандемии. А свежий воздух и лучи утреннего солнца гарантируют целебный эффект. Классное мероприятие, веселая зарядка, очень рада, что попала. И думаю, что если бы такие мероприятия повторялись чаще, хотя бы раз в неделю, все бы желающие, ну, все, кто отдыхает в этот момент на пляже, присоединились бы. Дополнительным поводом для флешмоба стал и день физкультурника, который в этом году прошел 8 августа. Из-за особых эпидемиологических мер событие прошло тихо и без должного масштаба. Но, как показала практика, было бы желание заняться спортом. А возможности для этого всегда найдутся. Это весело, это действительно полезно на свежем воздухе и заряжает бодростью и настроением на весь день. А приживутся ли такие мероприятия в Десногорске, зависит от самих горожан. Тем более, что подходящие условия для этого в городе есть. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 11 августа в Десногорске переменная облачность, возможно, гроза. Температура днем плюс 21, ночью плюс 16. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна-ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова